Новую волну заболеваемости коронавирусом фиксируют в регионах страны. Пока больший уровень мобилизации транслирует Москва и Московская область. После резкого роста числа заражений COVID-19 в столичном регионе объявили об обязательной массовой вакцинации. Следом такие же меры ввели и в Кузбассе, ведь это совсем рядом с нами, обдумывают идею и в Новосибирске. Речь идет о том, чтобы до осени привиты оказались 60% от общей численности работников. И даже перечислены 14 сфер. Это торговля, красота, бытовые коммунальные услуги, социальная сфера, транспорт, спорт, детские комнаты. В Минздраве Алтайского края также фиксируют увеличение нагрузки на скорую помощь. Пошла вверх статистика заболевающих. Ведомстве уже готовы подумать о мотивации вакцинирования, например, розыгрышем машин или квартир. Однако все понимают, что набрать число привитых до коллективного иммунитета до осени будет непросто. 800 тысяч человек за два месяца – это очень сложная задача. Она сложная тем, что, во-первых, надо людей к этому подвигнуть, а во-вторых, коли мы это затянули, нам нужно получить теперь еще и препараты для вакцинации. Поэтому ситуация очень сложная. И как будет развиваться, и будет ли введен локдаун, сложно бы сказать. Конечно, не хотелось бы этого допустить. Система готова и к экстренному разворачиванию ковидных госпиталей, которые только начали закрывать. В начале июня мы наблюдали, как Новоалатайская больница вновь становится нековидной. И уже тогда главный врач Константин Федорюк предрекал возможное ухудшение. Осень покажет, где окажутся те, кто не привился. И если придется еще раз разворачивать госпиталя, мы развернем и готовы роддом. Я никого не пугаю, но мы вас ждем, непривитых. И нам не хочется этого, я вам скажу честно. Мы устали. Столько трупов не видела система здравоохранения в гражданское время ни разу. По словам властей, одна из главных задач руководства края – усилить информационную агитацию за вакцинирование от коронавируса. С каждым годом все опаснее становится и другое, самая популярная трасса – Чуйский тракт. Особенно участок Барнаул-Бийск. Полотно хорошее, чего водители не стесняются на обгоны и создают опасные моменты. Более тщательный подход к выдаче водительских прав, а не только расширение до четырех полос Бийской трассы – такой комплекс мер поможет снизить катастрофическую аварийность на популярном маршруте. Только за прошлый год эта дорога унесла 25 жизней. Когда на смертельной дороге можно будет чувствовать себя спокойнее, выясняла Валентина Аскерова. Бийская трасса – именуемая в народе трассой смерти. В типичный летний вечер пятницы загружена под завязку. В Барнаульце новосибирцы жители европейской части страны едут, а точнее летят за красотами горного Алтая. Правда, увидеть их могут не все. Кто-то получает травму, а кто-то погибает в жестких ДТП. А что? Ну, как, не спит, не спит. С моим самоличем. Допустимая скорость на Бийской трассе, да, впрочем, как и на любой другой, всего 90 км в час. Но такой скоростой режим мало кто соблюдает. Отсюда и такая печальная статистика по ДТП. По данным Краевой ГИБДД, количество смертей за последние три года на участке Барнаул-Бийск федеральной автодороги Р-256 только увеличивается. Так, в 2018 году трасса унесла 15 жизней, в 2019 – 16, а в 2020 – на 9 больше, чем годом ранее. Уже 25 смертей. Сложность трассы еще и в том, что по ней едут не только легковые машины, но и большегрузы. Последние, естественно, едут медленно. Легковые их пытаются обогнать, вылетая навстречу. Заканчивается это не всегда хорошо. Вот если бы здесь было четыре полосы, то такой проблемы здесь просто бы не было. Ну, даже сейчас мы ехали, многие прямо на стричку улетают вообще без проблем. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы не было такой аварийности высокой на этой трассе? А четыре полосы сделать. Туда будет без проблем. Потому что очень много фур едет, они затрудняют движение, постоянные обгоны вот это. Особенно, когда на правом руле едешь. Безопасно здесь ездить? Ну, хотелось бы побольше двухполосное движение, как сейчас расширяют Новосибирскую трассу. Потому что, как вы сами видите, здесь часто обгоны совершаются. Когда четыре полосы сделают, тогда будет хорошее. А сейчас вы сами видите, какое движение и какой трафик. К четырем полосам призывает и создатель популярного барнаульского интернет-сообщества Алексей Куреленок. Он сейчас колесит по комфортным дорогам Краснодарского края и приводит его дорожную инфраструктуру в пример. Мы сейчас едем в Краснодарском крае, в Сочи. В принципе, обычная практика мировая. Две полосы туда, две полосы обратно. Между ними металлическое ограждение, чтобы убрать риск вылета со встречной полосы, чтобы не было лобовых столкновений. Как правило, аварии снижаются к нулю. Вот такие лобовые жесткие. Расширение участка Барнаул-Убийск началось в прошлом году, когда Росавтодор начал многомиллиардное финансирование. По Троицкому району там идет капитальный ремонт, именно цель которого не четыре полосы сделать, а сделать третью полосу на подъем, которая тоже является очень эффективным техническим решением для большегрузов, которые могут прижаться в правую полосу и не мешать основному быстро идущему транспорту, для того, чтобы они могли в гору на подъем подниматься быстро. Троицкий участок ведут уже осенью этого года. В это же время достроят и классическую четырехполоску на 11 километров в одном из самых загруженных участков в Первомайском районе. Там сейчас работает дорожная техника. В следующем году четырехполоску на трехкилометровом участке достроят и перед Бийском. Получается, что чувствовать себя в безопасности до пути в горы можно лишь на 14 километрах, а их 168. Наши планы строили до 28 года, что касается участка от Новолтайска до Бийска. Но все прекрасно понимают, что долгосрочного такого планирования, подкрепленного финансирования на сейчас нет. То есть у нас трехлетняя программа, и в этой трехлетней программе мы планомерно пойдем от Первомайского в Косихинский район, будем двигаться в сторону Бийска и также планомерно из Бийска в сторону Барнаула. То есть наша задача в середине этого участка замкнуться в четыре полосы. Четырехполосное движение, конечно, в разы уменьшит фронтовые сводки, но расширение трассы – это не панацея. Повышать культуру вождения в приоритете, поясняют специалисты. Четырехполосная дорога, скажем так, убережет добросовестного водителя от недобросовестного в плане выезда на встречную полосу, но в любом случае не защит участников движения, если кто-то другой захочет нарушить правила, в той или иной степени превысить, выйти на обгон в запрещенном месте. Не очень красиво ведет себя Кузбасс. Более отвратительно, чем Новосибирск, 10-4-3, не ведет себя никто. Поэтому как только видишь, ну, движись подальше. Поэтому четыре полосы – это всего лишь часть необходимых мер. Не менее важен и тщательный подход к выдаче водительских прав, говорят эксперты и обычные автомобилисты. Последний случай в Казани со стрелком показал, что существует много недоработок в плане выдачи оружия. Но автомобиль – это не менее смертоносное устройство, которое при ненадлежащем управлении может натворить не меньше бед. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Отвоевали. Жители двух домов по улице Гущина, между которыми собирались воткнуть еще одну высотку, добились отмены строительства. Борьба длится уже несколько месяцев, и если бы не упорство людей, сегодня бы уже на объекте начались работы. Большая победа одного маленького двора. На протяжении нескольких месяцев жители двух домов боролись с чиновниками, застройщиками за этот маленький кусочек земли, на котором регионстрой планировал возвести десятиэтажное здание. Говорить про абсурдность этого решения мы даже не будем, потому что видно, между домами было бы расстояние всего метров 15. Кроме того, когда люди сюда заселялись, им обещали зеленую зону, детскую площадку, парковку, в итоге жители чуть не получили новых соседей в неприятной близости. Гущина 150 дробь 18 – адрес дома, который даже не существуя, навел столько шума. За три месяца борьбы жители успели провести митинг, независимую экспертизу, которая выявила множество нарушений. Собрали подписи, добились встречи с чиновниками, застройщиком, и даже закидали яйцами рабочих. По крайней мере, об этом сообщил сам регионстрой. Они ведут себя очень нагло, чувствуют себя хозяинами, обманули жителей дома. Мы ноль, мы маленький-маленький ноль, ну для, по сравнению с вами. Эмоции контролировать нужно свои, предлагаю. Мы же как бы конструктивно общаемся. У нас ситуация критична. То есть, если здесь пойдет кран, кран планируют, чтобы ходил именно здесь. Кран падает не по проекту. Здесь я не знаю, как мы будем жить. Мы будем стоять здесь. То есть, два дома готовы выйти, не давать строительству. В итоге, Комитет по архитектуре, строительству и развитию города отменил приказ о выдаче разрешения на строительство дома. К слову, ранее он его и выдал. Основанием для отзыва стало предписание Краевой градостроительной инспекции, которое было выдано больше месяца назад. При этом, еще неделю назад в телефонном разговоре представитель регионстроя с полной уверенностью сообщил нам, что с 17 июня начнутся строительные работы. Конечно, у людей еще есть опасения, что через несколько месяцев застройщик попытается вернуться на этот объект и начать работы. Но, как нам кажется, уже и застройщик, и чиновники давно все поняли о настойчивости местных жителей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. А сегодня жители Гущина предоставили нам ответы из прокуратуры Барнаула. В документе сказано, что градостроительная инспекция края установила нарушение в площади застройки. Она превышала норматив. Разрешение на отклонение от заложенных параметров застройщику не выдавали. Но разрешение на строительство, несмотря на несоответствие, комитет города выдал. Кроме того, в письме прокуратуры сказано об исследовании, которое нашло нарушение противопожарных и санитарных норм при постройке этого дома. К другим темам. Этим летом в крае будет сыграно больше 4 тысяч свадеб. Чуть больше половины из них в Барнауле. Многие пары озадачены не только приготовлением к торжеству, но и составлением личного закона семьи. Брачный договор приобретает все больше популярности в нашем регионе. О плюсах и минусах такой тенденции расскажет Валентина Аскерова. С широкой душой и безудержным весельем большинство свадеб в нашей стране по-прежнему отмечают с размахом, словно в последний раз. Только вот статистика разводов неутешительна. Так, по данным Краевого Минюста, в прошлом году заключили брак 11,5 тысяч пар. Развелись чуть больше 10 тысяч. Из них 66 семей не протянули и года. Как правило, развод сопровождался дележкой имущества с утомительными хлопотами и нервотрепкой. Я была свидетельницей очень многих плохих разводов, когда делят старые побитые машины, делят шторы. Прежде чем связать себя узами брака, жительница Барнаула Екатерина вместе с будущим супругом предусмотрительно решилась на брачный договор. И теперь в случае развода в суде или со скандалом делить имущество не придется. Брачным договором они определили, квартира останется за общими детьми и мужем, которым в свое время подарили недвижимость родители. В жизни бывают всякие ситуации, и лучше быть готовыми. Мне кажется, самое страшное для человека – неизвестность. А сейчас, да, я знаю, что в этой квартире мне ничего нет. Это его квартира, и я считаю, что это правильно. Когда имущество имеет отношение только ко мне, оно будет сфиксировано как мое в брачном договоре. Заключение брачных договоров, вопреки всем суевериям, мол, подпишешь, сразу разведешься, становится все популярнее. В 2019 году в Крае на брачные контракты решились почти 3000 пар. В 2020-м уже на 800 больше. Брачный договор, он же регулирует не любовь и дружбу, и взаимоуважение в семье. Брачный договор регулирует имущественные отношения супругов. А сейчас все-таки народ задумывается о том, чтобы заключить брачный договор. Именно для того, чтобы распоряжаться своим имуществом. Брачный договор нередко помогает в случаях, когда пара берет ипотеку, и один из супругов не подходит по критериям банка. Супруги изменяют режим совместной собственности, и тогда ипотека оформляется на более платежеспособного супруга. Нередко заключают договоры бизнесмены, оформляют имущество на жену или мужа, чтобы финансово защитить свою семью от возможных проблем в своем бизнесе. И еще одна категория – настойчивые родители чада, к которому они приобрели жилье. Отметим, брачный договор должен быть обязательно удостоверен нотариусом. И именно нотариус отвечает за то, чтобы договором не были ущемлены права одного из супругов. Нотариус выясняет вашу волю и составит договор, который устроит обоих супругов. Если общее правило говорит о том, что то, что приобретено в период брака за деньги, является совместной собственностью супругов, это вот такой закон, то брачный договор говорит, если это не изменено брачным договором. А брачный договор уже может установить режим раздельный, долевой, либо совместный на какие-то иные виды имущества, собственности, по усмотрению супругов, как они договорились. Иными словами, брачный договор – это своего рода личный закон семьи, говорят в нотариате. Он помогает двум близким людям договориться по такой важнейшей теме, как имущество, пока они находятся в хороших отношениях, ценят и уважают позицию своей половинки. Брачный договор позволит избежать судебных процессов, а в жизни, как известно, бывает всякое. Как говорят те, кто заключает брачный контракт, они предпочитают жить доверием, а не слепой верой. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Сегодня на Алтае завершается фестиваль Роберта Рождественского. Это литературное мероприятие, тем не менее, ставшее народным праздником, особенно на малой родине писателя в Косихинском районе. В рамках фестиваля в наш край съезжаются поэты и писатели со всей России. Они борются за губернаторскую премию имени Роберта Рождественского, а еще говорят о развитии литературы, о проблемах в сфере и путях их решения. В этот раз основными участниками фестиваля были представители Сибири из Кемеровско-Новосибирско-Омской областей. И по мнению секретаря Союза писателей России Алексея Шорохова, этот фактор лишь подчеркивает еще одну задачу фестиваля – наладить горизонтальные связи между регионами, то есть между писателями, не через Москву. О чем говорят и думают участники фестиваля, узнавала Анастасия Бертенева. Она взяла большое интервью у Алексея Шолохова. Расскажите, какие проблемы в настоящее время стоят перед писательскими организациями в регионах и в Алтайском крае в том числе? Алтайский край, насколько я знаю, является здесь действительно… Это не на правах гостя, который хочет поблагодарить и погладить хозяина. Здесь писательские проблемы решаются достаточно оперативно, потому что есть хорошее сотрудничество с Министерством культуры края. Алтайский край сохранил свой журнал «Толстый литературный Алтай». Многие края России, где были свои хорошие именитые литературные журналы региональные, их потеряли в 90-е и в 2000-е. Это культурный феномен России. Больше в мире нигде такого нет. Они возникли в XIX веке, уже в XIX веке они возникли по образцу западноевропейских, североамериканских литературных журналов, но уже в XIX веке русские литературные журналы и по тиражам, и по численности, и по тому значению, которое они играли в обществе, ушли резко в сторону. Это стал культурный феномен России. В XX веке это сохранилось. Были журналы «Левые», «Правые», «Русофильские», «Либеральные». Они противостояли друг другу. Но это была живая полемика. Это жизнь мысли. Одна точка зрения, вот другая. Обсуждали, спорили, это все нормально, так и должно быть, так мысль двигается вперед. А в конце XX века вообще произошло немыслимое. Тиражи журналов подскочили до миллиона экземпляров. Такого не было никогда в мире. Французские, американские журналы, литературные – 2-3 тысячи экземпляров. А тут под миллион. И поэтому утрата журналов сейчас – это утрата культурно-исторического феномена России. Это, во-первых. Во-вторых, журналы на сегодняшний день были и остаются некими авторитетами мнения экспертного сообщества о писателе. Писатель может выложить себя в интернете, на сайте стихи.ру. Там полтора миллиона человек друг друга хвалят. Но это его нисколько не сделает в глазах других писателей чем-то серьезным и значимым. А вот если он опубликуется в отечественных записках, в нашем современнике или в новом мире, это значит, что он прошел некоторую экспертную оценку, и он уже представляет из себя интерес для современной русской литературы. Фестиваль Роберта Рождественского в Алтайском крае проходит уже в 14-й раз. И, как мы знаем, сам писатель старался следовать актуальности, его волновала и тема космоса, войны и социальной несправедливости. Как вы считаете, что волнует сегодняшних поэтов и что определяет их повестку? Очень хороший вопрос, потому что я это сказал и Кате Рождественской, дочери Роберта Ивановича на одном из чтений. Потому что Роберт Рождественский, он вот в этой тройке, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, считался самым, ну, как бы сказать, простонародным, самым не модернистским, самым не навороченным. То есть, там, Вознесенский пишет, там, «Трусы, чайка, трусы Бога». Ах, 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 какой образ, там, Евтушенко. А Роберт Рождественский пишет про войну, там, что-то и что-то. Но его стихи становятся песнями, они входят в душу русского народа. А, простите меня, так сказать, все эти очень яркие, интересные образы, написанные двумя, вот, как они считали, более продвинутыми товарищами, и они смотрели на него свысока, и, так сказать, дочери Роберта Ивановича не дадут мне соврать. Вот они уже исчезли, их уже никто не знает. А песни, написанные на стихе Рождественского, живут и будут жить, потому что они вошли в душу русского народа. Поэтому актуальность может быть разная, да? Это могут быть завитушки вокруг пустоты, как называл модернистов в блок. А может быть, актуальность, вот, действительно, соответствует эпохе, там, да, и военные песни, и все, что связано, как бы, с освоением космоса, и простые человеческие чувства, вечные. Вот, они актуальны, и, ну, что я хочу сказать? Конечно, современный русский писатель, который не чувствует боль Донбасса, который не чувствует, что там убивают русских людей ежедневно, в порядке ежедневно убивают. Вот, мне кажется, что он не актуален, хотя он может строить какие угодно, модернистские, постмодернистские построения. Он не актуален, он не отвечает сегодняшнему дню. Человек, который не переживает разорения русской деревни сегодня, он писатель, он не актуален, он может писать на какие угодно темы. Но если он это не воспринимает как личное горе, как, как бы, некий вызов времени, который сегодня существует, да, он для меня не актуален. Поэтому, вот, Роберт Иванович, он был актуален именно той актуальностью, которая подлинная, настоящая. На ваш взгляд, цепляют ли современных творцов тема митингов коронавируса? Разумеется, кто-то уже побежал и написал что-то про коронавирус, там, а митинги... Ну, Россия две революции пережила в 20 веке, в 17-м и в 91-м году. Я не думаю, что нас митингами можно как-то удивить. Мне кажется, что это несколько искусственная повестка. Вот. Я еще раз говорю, есть вещи, которые действительно, знаете, как сказано, через сердце поэта проходит трещина мира. И эта трещина мира вовсе не обязательно уж простить то, что показывают по телевизору или то, что там набирает миллион просмотров в Инстаграме. Это истина может быть совершенно... И эта трещина может быть совершенно в другом месте, но поэт ее чувствует. Алексей, вот как вы считаете, в настоящее время существует ли какая-то проблема со статусом писателя в России? И каким образом можно повысить этот статус? Со статусом писателя произошла интересная вещь, потому что, безусловно, в Советском Союзе он был завышен до невозможности. То есть, грубо говоря, писателя поставили на место священника. Вот совесть нации. А совесть нации, ну, так себе. Она и водку пьет, и жене изменяет. В общем, много всяких человеческих слабостей. И потом вообще начались какие-то странные драки за писательское имущество, за дачи и так далее, и так далее, за премии. Очень много некрасивого всплыло в 90-е годы. Поэтому статус писателя упал, прошу прощения, ниже Плинтуса. Ну и плюс ко всему, конечно, постарались и архитекторы новых социальных схем, новых каких-то законов для России. Поэтому я думаю, что нормальный статус писателя на Западе. Он не слишком высоко вознесен, и об него ноги не вытирает, как это было у нас в 90-е. Это серьезный, хороший, значимый статус. Человек, который имеет свою точку зрения на происходящее, что-то прогнозирует на будущее, ну и вообще как бы находится вот в каком-то таком серьезном осмыслении мира непрерывном. Когда в качестве экспертов по каким-то проблемам, в том числе человеческих отношений и так далее, выступают у нас сегодня актеры или там, я не знаю, так сказать, блогеры, тиктокеры, сам смысл существования, которых хайп, то есть как бы, да, вот хайпануть там миллион просмотров, и после этого он выступает и говорит что-то там об истории России, о душе, там, я не знаю, и так далее. Это, конечно, не совсем правильно. Что вы можете предложить для решения этой проблемы? В Советском Союзе создавался тип человека-созидателя. Вот вы говорили, Роберт Рождественский, космос, да? В Российской Федерации, как сказал один из бывших министров образования, нам нужен человек-потребитель. Он сказал. Вот. Человеку-потребителю не нужна художественная словесность, не нужно осмысление того, что происходит, какие-то рефлексии и так далее. Поэтому, чтобы поднять писательский статус, простите меня, надо немножечко все-таки разобраться с культурными ценностями и с тем, кого мы хотим видеть в наших согражданах, в наших детях, там, и так далее. Если мы хотим видеть потребителя, то, в общем, тоже есть там и для писателей определенное русло, да, это фэнтези, это, так сказать, детективные чтивы, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Если мы хотим все-таки человека-созидателя и о каких-то позитивных сценариях для нашей Родины думаем, о каком-то ее будущем, то, безусловно, нужен уже писатель другой, ответственный, серьезный, думающий о судьбах. Прошу прощения, Родина, имеющий своих детей, думающий не только о детях вообще, но о своих детях, которым жить в России, а не где-нибудь за границей, где у него виллы уже куплены. И заключительный вопрос. Как вы считаете, проведение фестиваля Роберта Рождественского может ли каким-то образом помочь в решении вопроса и проблемы со статусом писателя в России? Я думаю, что не просто может, а должен. И здесь, мне кажется, действительно нужно то, что я говорил, очень четко понимать и даже прошу прощения за нескромность позиционировать. Потому что понятно, что на Алтае будут праздновать день рождения Роберта Рождественского, потому что он связан с краем. Но я еще раз говорю, можно праздновать и день рождения, я не знаю, какого-нибудь клоуна или еще кого-то. Понимаете, можно много чьи дни рождения праздновать. А здесь надо понять, чем Роберт Рождественский отличается от современных ему и тоже очень известных поэтов. И почему он нашел дорогу к душе человеческой, а они не нашли. Они так и остались на страницах своих очень мудреных, навороченных, накрученных, нарифмованных книжек. А вот он эту тропинку к душе человеческой протоптал. У бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова появился друг в Барнауле. Это 9-летний мальчик Данил, который пожал руку кумиру в Дагестане и недавно вернулся домой. Подробности и историю Дмитрия Дроздова. Данил не пропустил ни одного боя своего кумира. Экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Мальчик следил за его карьерой и читал информацию. И мечтал когда-нибудь увидеть вживую знаменитого спортсмена. Но даже не ожидал, что мечты исполняются так быстро. Хабиб ответил на письмо ребенка и предложил встретиться. Правда, родители Данила думали о встрече онлайн. Но чемпион пригласил мальчика на свою родину в Дагестан. Ребенок вернулся на днях. Я, честно сказать, представлял его немножко другим. Но, ну, скажем так, сердце у него было такое же, как я представлял. Доброе, отзывчивое. Ну, не то, что там привет, да автограф им куда-то полетел. Он прям со мной поговорил, подарил мне подарок, можно так сказать, моей мечты. И я очень был этому тронут. Ну, конечно, когда встретились, даже в маске тут все понятно, что это подошел Хабиб, потому что взгляд этот спутать очень сложно с кем-то. Встреча проходила в аэропорту, и многие его сотрудники говорили, прилетел друг Хабиба. Об этом заявил и сам чемпион, и пообещал нанести ответный визит. Величу, обязательно мы там увидимся. Хорошо? Так что буду знать, чтобы на улице у меня появился друг. Для него это было очень важно увидеть и понять, что это есть на самом деле, все это живое. Потому что мне даже через видео было видно, насколько непостановочно все было. То есть Хабиб на самом деле он живой, он настоящий. И те эмоции, которые он Данилу подарил, это дорогого стоит. Кстати, в ходе беседы Хабиб предложил Данилу попробовать забрать у него чемпионский пояс. А драться ты как хочешь, умеешь? А? Ну, пока не пробовал. Ну, может, попробуешь? Сразу, сразу чемпионом. Выиграешь меня, все пояса заберешь. Боец подарил Данилу футболку и автограф. Пожелал оставаться молодцом и слушаться родителей. В соцсетях такие действия Хабиба у некоторых вызвали недопонимание. Мол, сам Хабиб мог бы и оплатить лечение ребенка. У Данила ДЦП и он регулярно проходит реабилитацию. Но сами родители мальчика не согласны с такими комментариями. Говорят, для ребенка были очень важны эмоции и общение с кумиром. А не перевод ситуации в деньги. И тем не менее, на этом чудеса не закончились. Уже после встречи с Хабибом на маму Данила вышел человек, который пожелал остаться неизвестным и предложил помочь оплатить реабилитацию Данила. Вот так мечты избываются. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Спасибо всем, кто нас смотрит по телевизору, в социальных сетях и на YouTube. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Нам важно ваше мнение. До встречи.